На самом деле журналисты, они, конечно, нам никакие не друзья, журналисты отыгрывают свою повестку, если с вами произойдет что-то страшное, ну, дай бог у вас выйдет одна-две публикации. Начнем с беспрецедентной совершенно по даже современным российским меркам акции, это задержание муниципальных депутатов на форуме, более сотни человек, включая депутатов регионального уровня, были арестованы. Последний раз в России одновременно так много депутатов арестовывали большевики, когда разгоняли избранное учредительное собрание. Ваше мероприятие окончено. По факту осуществления деятельности международной иностранной организации неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы сейчас все будете задержаны, доставлены в территориальные подразделения для составляющихся ротинговых материалов. В случае неповиновения законным действием сотрудника полиции, в соответствии законного полиции, значит, в отношении вас может быть времена физической силы или специальные средства. Приходит вот такой пахан в погонах без какого-либо объяснения причин, срывает мероприятие, на которое людей специально, очевидно, собрали, чтобы сейчас подогнать их под эту статью о сотрудничестве с нежелательными организациями, чтобы все эти люди, которые на данный момент являются муниципальной властью, значительное количество присутствующих там, это избранные муниципальные депутаты, чтобы, не дай бог, они не пошли на выборы в следующий раз, не смогли баллотироваться. За что? За то, что они просто попытались объединиться. Раньше такое мероприятие могли соврать, надавив на арендодателя или объявив о пожаре. Это вот происходило там с моими лекциями, когда я ездил по стране. Это регулярно происходит с какими-то мероприятиями, которые делали штабы Навального и «Открытая Россия». Но такого не было, чтобы собрали всех в одном месте и ровно для того, чтобы потом задержать. Вот за такими нововведениями стоит наблюдать довольно пристально, потому что это нам говорит, в какой реальности мы действительно оказались. И в ролике вы слышали, да, полицейские говорят про нарушение указа Собянина о социальном дистанцировании во время пандемии. Насколько эффективно была военизирована вот эта история с пандемией, не только в России, а во всем мире, но в России особенно, это особенно нас касается, потому что мы здесь живем. Потому что в клубе «Ровесник» только что на прошлой неделе указы мэра для дочери, предполагаемой дочери Путина, кривоногих, не действовали. Зато вот на форуме муниципальных депутатов снова вступили в силу. Избирательное применение репрессивных законов, в общем, абсолютно уже вошедшее, скажем, в норму и не воспринимающееся как что-то особенное. Но все-таки нельзя забывать, да, что вот все законы, и я об этом говорю на каждом своем эфире, буду повторять это сегодня неоднократно, законы пишутся для нас с вами, и никогда не будут действовать в адрес номенклатуры, в адрес людей, которые эти законы пишут. Это, к сожалению, справедливо не только для России, это не у нас страна такая, это справедливо везде. Точно так же, как карантинные меры не распространяются на Нэнси Пелоси, когда она приказывает открыть для нее парикмахерский салон, потому что ей нужно выглядеть эффектно на одной из своих позорных пресс-презентаций, точно так же они не распространяются на кривоногих, но вот зато они распространяются на форум муниципальных депутатов, либо на мероприятия, которые проводят о новой искренности, за которую нас закрыли, мы вот три месяца уже не можем функционировать. Хотя бар-ровесник, бар-ровесник цветет и пахнет, все там хорошо. Почему? Потому что дочка Путина там сыграла свой диджей-сет, а значит, они свои. Значит, вот эта вот тусовочка, она вступится всегда за тех, кто обеспечивает детям номенклатуры какое-то хорошее время и таким образом получает крышу. Но, опять же, фантастика, да? Сколько людей требуется, чтобы задержать 150 депутатов? Вот только что в Кемерово несколько часов подряд убивали девушку, и в городе не хватило полицейских, чтобы приехать к ней на вызов. А когда же законоизбранные депутаты собираются на форуме в Москве, тут-то полицейских хватает с лихвой, чтобы задержать 150 человек. То есть, то же самое было в Новой Искренности, когда мы там проводили мероприятие. Приходят орава бездельников, дармоедов, людей, которые проедают бюджетные деньги, наши с вами налоги, для того, чтобы не позволять людям объединиться. И главная история срыва форума униципальных депутатов, это история как раз о том, чтобы, не дай бог, не позволить гражданскому обществу договориться и объединиться. Здесь совершенно не важно, как вы относитесь к конкретным депутатам, которые туда приехали. Совершенно не важно, как вы относитесь к этой России, которая его проводила. Паттерн там совершенно в другом. Паттерн там заключается в том, что люди попытались объединиться и договориться. И любая попытка объединиться и договориться будет караться, а любой конфликт будет раздуваться для того, чтобы, как писал Маккиавелли, для того, чтобы власть продолжала нас разделять, а мы продолжали оставаться беззащитными перед тиранией. Мы знаем, что, да, это я рассказал. И, опять же, очень характерно, что в ситуации, когда митингов уже не проходит, людей, оппозиционно настроенных граждан, начинают задерживать вообще без всяких оснований на мирных мероприятиях, под которые было арендовано здание, куда пускали только по спискам. То есть уже стало совершенно все равно, собираетесь вы в каком-то концертном зале или вы собираетесь на улице, наказание будет одно и то же. Это будет административное дело с риском получить дело уголовное, если их будет накоплено несколько. Там точно такая же альтернативная дадинская статья для депутатов существует, что, будучи пойманными дважды на сотрудничестве с нежелательной организацией, они будут отстранены от возможности баллотироваться, на них будет заведено уголовное дело. Разумеется, все это было сделано для этого. Вот одну жизнь депутаты, попытавшись договориться, уже прожили, для кого-то это уже жизнь была вторая, как для Юлии Галяминой. И единственная цель этого всего – это не допустить выдвижения независимых кандидатов на выборы, выборы в этом году в Госдуму, не допустить какой-то реальной конкуренции в ситуации, где партия власти и все ее крылья, да, вот давайте не играть здесь в какие-то шарады, все партии, парламентские партии – это партии власти сегодня. Для того, чтобы не позволить выдвинуться каким-то альтернативным кандидатам, для того, чтобы не позволить выдвинуться внутри партийным непроверенным кандидатам, и проводится вот вся эта клоунада с разгоном форума. Отдельная совершенно удивительная история, сейчас выведут на картинку, оператор НТВ тогда заявился в маске, камуфляже, чтобы, не дай бог, никто не распознал его в лицо, потому что он знает, вот это сняли как раз участники форума, потому что он знает, какую подлость и какую мерзость он делает, он знает, что он представляет, что он идет против интересов своей страны, он знает, что он предает гражданское общество, продает его буквально за копейки, я вот не знаю, какие деньги платят операторам НТВ, чтобы заниматься таким позорищем, да. И вот он надевает эту маску, потому что ему стыдно, потому что, когда ты делаешь что-то благородное, когда ты борешься за справедливость, ты маску не надеваешься, ты гордишься своими поступками. Здесь человек явно сознательно идет на подлость и не находится в каком-то заблуждении, да, потому что если бы он находился в заблуждении, он бы делал это с открытым забралом. Нет, как и полицейские, которые залепливают изолентой номерки своих бэджей, закрывают забрало, тонируют их, тоже самые журналисты кремлевской пропаганды, они прекрасно знают, что они делают, именно поэтому мы не должны их прощать, должны помнить те поступки, которые они совершают, потому что если мы этого не сделаем, ну, в таком случае справедливость не восторжествует никогда. И такой журналист там был не один. Андрей Пивоваров, это один из организаторов форума свободных депутатов, оказался в одном автозаке с оператором РЕН-ТВ, который тоже тайком начал снимать задержанных и, в общем, от них дистанцировался. Андрею сразу показалось, что какой-то подозрительный чувак, и он запомнил его имя, я его здесь тоже повторю. Это был Дубровский Никита, продюсер РЕН-ТВ, который пытался, значит, снять что-то компрометирующее, ему, естественно, этого не удалось, но вот просто любопытно, что эти люди, они свою идентичность скрывают, потому что, работая на РЕН-ТВ, работая на РЕН-ТВ, они прекрасно знают, что они делают. И отдельная история, болезненная для многих активистов, и которую мы, к сожалению, уже много-много раз наблюдали, это что потом, да, этот же самый журналист НТВ получит какое-нибудь политубежище где-нибудь в Евросоюзе на основании бумажек о задержании на форуме, где он был провокатором. Вот по подобной схеме, не конкретно по такой, да, но подобным образом регулярно бывшие путинские пропагандисты уезжают за границу, как это сделала, например, Маша Дрокова, была такая достаточно медийная пропагандерша, которая сейчас работает в Соединенных Штатах, и вообще, как страшный сон, вспоминает все, что происходило в России, однако же, вот была фигурантом такого документального фильма, который назывался «Поцелуй Путина», может быть, сейчас его обложку выведет мой режиссер на экран, просто чтобы вы посмотрели и вообще проследили. Вот у меня много молодой аудитории, вы не знаете эту историю, не знаете историю Маши Дроковой, которая сегодня живет в США, посмотрите ее обязательно, и посмотрите фильм «Поцелуй Путина», который как раз посвящен в том числе этой девушке, девушке, которая была путинской пропагандершей, потом уехала в США и, в общем, не желает вспоминать происходящее в России никакими добрыми словами. Отдельно. Удастся вывести, нет, обложку? Не удастся, ладно, ладно, путинский, сообщение называется. Погуглите в любом случае фильм, посмотрите, погуглите историю Маши Дроковой, такие истории важно помнить. Отдельно хочется поругаться и вообще порефлексировать на тему журналистов и того, что произошло в новой искренности. Может быть, сейчас, кстати, заголовок «Новой газеты» выведут на экран, посвященный как раз разгону муниципальных депутатов. И просто вспомнить, ведь когда мы проводили мероприятие, за которое нас закрыл Роспотребнадзор, у нас тоже была уйма журналистов в зале, присутствовали как в качестве гостей на этом мероприятии. Было много активистов, но мы помним, с каким трудом вообще удавалось выбивать хоть какую-то публикацию о либертарианствах, о том, что происходит с нашим клубом, о той беде, которая произошла в результате прихода Роспотребнадзора. Мы до сих пор закрыты, до сих пор судимся, и совершенно непонятно, чем все это закончится. Понятно, чего это нам стоило. Это стоило уже огромных денег, и совершенно не очевидно, что новая искренность сможет открыться. Убытки, в том числе мои личные убытки, они были огромные. Но вот это не аргумент против того, чтобы писать что-либо против задержаний, произошедших на форуме муниципальных депутатов. Но это повод лишний раз вспомнить, что на самом деле журналисты, они, конечно, нам никакие не друзья. Журналисты отыгрывают свою повестку. Если с вами произойдет что-то страшное, ну, дай бог, у вас выйдет одна-две публикации, но никогда настоящей поддержки вы не получите, просто потому что не являетесь своими. Точно так же, как Алексей Навальный это прочувствовал на своей шкуре сегодня, что он не свой западному эстаблишменту, когда его начали лишать статуса узника совести, когда про него начали выходить вот эти вот позорные статьи о том, что он националист, и вообще его политика, оппозиционная политика, оппозиционный Путину невыгодна внешней политике США, потому что вот он не хочет становиться марионеткой. И вообще посмотрите, что он говорил там про внешнюю политику России последние годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok